Чуваша и Саксония сделали шаг навстречу друг другу делегации республики, отправилась в Германию с официальным визитом, чтобы обсудить точки взаимодействия. Первые итоги деловой миссии подвели на совещание в Доме правительства. Члены кабинета министров обсудили немало других вопросов. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Эти кадры нашему телеканалу предоставил министр экономического развития региона. В объективе камеры цеха одного из крупнейших производителей машин. Для чувашской делегации составили довольно плотную рабочую программу. Посещение заводов, деловые переговоры, презентация проектов. От официального визита в Саксонию ожидают большой отдачи. В рамках переговоров, выставок и презентации была также представлена продукция металлообрабатывающего завода. Это компания Найл Симмонс провели первичные переговоры по тому, чтобы представительство завода, ну именно локализация завода прошла у нас в Чувашской республике. Сегодня одна из возможностей для вхождения и занятия рынка Российской Федерации – это локализация производства и придание статуса этому производству отечественного продукта. Инвестиционные проекты намерены реализовать и бизнесмены республики. В ближайшие годы Чувашские предприятия совместно с немецкой стороной наладят выпуск электромагнитных клапанов для поездов и кабелей, а на сентябрь намечен и ответный визит. Министерство экономики Германии в республику и для подготовки на начало 19-го года визита бизнес-сообщества земли Саксонии в нашу республику. Инвестировать в регион планирует и один из крупнейших банков России. В республике может открыться очередной колл-центр. Площадь нужна не менее 8 тысяч квадратных метров и примерно количество рабочих мест 8 тысяч. Это идеальная возможность открывается. Вот сейчас там ВТБ-24 или ВТБ-колл-центр есть. Полтора тысячи работают. Газпромбанк открыл свой колл-центр 500. Итого 9 тысячи специалистов работают в круглосуточном режиме. На повестке дня и весенний паводок. Половодье отмечают в МЧС пошло на спад. На реках АллатР, Сура и Цивиль уровень воды снижается. По реке АллатР там уже спад идет приличный. В том числе по территории Мордовии гидропост Тургенев дает уже минус 12 за прошедшие сутки. Ядрин Сура уже практически освободился от льда. Сейчас ледоход идет уже с верхней части сюда к нам по Волге. Считаем, что пик паводка мы прошли, уже готовимся к пожароопасному сезону. В республике начинается пора субботников. Михаил Игнатьев поручил провести работы в сжатые сроки. Глава региона указал городским властям и на проблемы с брошенными автомобилями. Это даже вопросы антиреченских разных проявлений. Нужно вычищать все эти машины. У нас же есть штрафные площадки, где сегодня машины должны вставить. Где-то там они полуржавые, где-то с колесами спущенными стоят месяцами. Члены правительства обсудили эпидемиологическую ситуацию. Высокий уровень заболеваемости ОРВИ гриппом сохраняется в пяти муниципалитетах. В республике введены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ медицинских, образовательных и социальных организаций. Для оказания медицинской помощи населению республики в период неблагоприятной эпидемии сформирован коечный фонд в 15 инфекционных стационарах. Но к началу следующего сезона эпидемии в республике планируют привить порядка 50% жителей. Бедри Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.